Коммунальный ад в Ленинском районе. Трещины в стенах, ржавые трубы и крысы. Во всех этих ужасах челябинцы винят управляющую компанию. Утверждают ремонт. Их дом не видел более полувека. Встреча жильцов с коммунальщиками проходила на повышенных тонах. И в итоге переросла в штурм подвала. Елизавета Болдырева с подробностями. Весна, у нас этот щит движется. Вот затапливало. Пожалуйста, вот трещина. В подъезде трещины. Проводку давно не меняли, а трубы прожжавели. В доме 75 по улице Вагнера царит разруха, заявляют жители. В квартирах сыра, в морозы, стены, даже инием покрывались, жалуются люди. И это далеко не все коммунальные сюрпризы. В таком состоянии дома челябинцы винят управляющую компанию. Во дворе стихийная акция протеста. На коммунальщиков жалуются правозащитнику Анатолию Вершинину. По словам жильцов, капитального ремонта пятиэтажка не видела ни разу за свои 55 лет. Они уже совсем ничего не делают. Только деньги платим им, платим им. Вместе со сторонниками «Единой России» коммунальный омбудсмен, осматривая дом и выносит вердикт. Состояние удручающее. Вы видите, состояние отмозки, оно даже здесь видно на доме. Научили поработать, потом сели за... Где-то она частями сохранилась, где-то, как и дальше вокруг дома, отсутствует. Проверить хотят и подвал. На этом настаивают жильцы. Боятся, что помещение может быть рассадником насекомых и крыс. Сотрудники управляющей компании сопротивляются. Потому что там проходят сети, там проходит коммуникация. Они являются источником повышенной опасности. У вас по этим коммуникация? Но жильцы готовы брать цоколь штурмом. Коммунальщикам приходится открыть двери. В подвале все оказалось чисто. Никаких крыс за капитальный ремонт, заявляют в управляющей компании, ответственности не несут. Это обязанность регионального оператора. Дом стоит в плане на 2023 год и дело коммунальщиков пятиэтажку содержать. Жителей дома просят сообщать о проблемах. По словам работников, челябинцы не составляли обращения уже больше года. Все предыдущие неполадки, уверяют, сразу устраняли. На этом доме по Вагнера 75 производился капитальный ремонт кровли. Во втором полугодии 2008 года шиферной кровли. В 2009 году, в первом полугодии, производился капитальный ремонт межпанельных швов фасада. И во втором полугодии 2009 года производился капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения. Итог стихийного протеста подводит Анатолий Вершинин. С жильцами остается право сменить управляющую компанию, если услугами они недовольны. Жители уже, соответственно, сами принимают решение. Они могут СЖ создать. Они могут обратиться в другую управляющую компанию, предложить обслуживать дом. И, соответственно, уже договориться с новой обслуживающей организацией по обслуживанию их дома. То есть порядок четко прописан в Жилищном кодексе. Это прерогатива полностью общего собрания собственников жилья. И никто не вправе жителям навязывать ту или иную точку зрения. Теперь жильцы могут провести переговоры с коммунальщиками и оставить заявки на ремонт. Если же договориться не получится, проведут общее собрание и сменят обслуживающую организацию. Елизавета Болдырева, Павел Клементьев, ОТВ.